Девушки отдыхают Дорогой мой Феденька Сколько раз принималась писать тебе от руки, да все что-то не так С вечера вроде напишешь, а утром перечитаешь, ерунда какая-то Решила, запишу все на пленку, а слушать не буду Уж там как получится Феденька, знаю, что будешь считать ты меня самой последней гадиной И наверняка будешь прав Нет мне никакого прощения, но ты хотя бы постарайся понять меня, если сможешь Федя, я ведь честно, когда ты ушел, я два с половиной года ждала Я ни на кого даже не посмотрела, ну вот даже будто умерла Жила так, работа, потом к маме в больницу, домой и спать Даже Нина Корешкова, ну ты знаешь ее, она меня на Новый год или там на другой праздник звала к себе А я дверь на замок и телефон отключала Ну и вот Когда прошлой весной маму похоронила, совсем не одиноко сделалась Федя Сижу одна в четырех стенах и сопли на кулак мотаю А тут на Новый год нашему отделу грамоту вручили от мэрии Ну и премию еще выписали Виктор Семенович, наш начальник, сказал, что праздновать будем на работе всем коллективом Я хотела уйти, но столы стали накрывать в нашем кабинете А я там материально ответственная, в общем осталось, чтобы присмотреть за имуществом Ой, даже не знаю, как сказать тебе На ту вечеринку заглянул наш новый инженер по технике безопасности Федулов Станислав Андреевич Ты о нем не слышал? Он полтора года назад, как перешел к нам из главка Ой, Феденька Что же я все хожу вокруг да около Станислав Андреевич с того вечера стал за мной ухаживать Хотя я ему и запрещала Иду на работу, а он возле парадной стоит С цветами С работы возвращаюсь, а он уже тут, как тут Я тебя не обманывала, Федя Я уверена была, что дождусь Но, видно, жизнь не стоит на месте Долго не решалась написать Но ведь когда-то надо Учитывая то, как ты в тюрьму попал Я сама себя считаю последней тварью Но поделать ничего не могу Прости меня, гадина беспутная, Феденька Документы на развод я вышлю попозже Хотела заранее как-то тебя подготовить А когда вернешься о том, где тебе жить, не беспокойся Разменяем нашу двухкомнатную на квартиру и комнату Я возьму комнату Поскольку у Стасика есть своя однокомнатная В центре Федос, работай, пошли Субтитры создавал DimaTorzok Дурак ты, Федос Вот что я тебе скажу Мне надо домой Нет, ты в натуре не врубаешься или как Пойми, Казан блатной Законник, понимаешь? Ты Шоблу его видел? А вокруг тайга На тысячу километров ни одной живой души Не догадываешься, зачем они таких работяг, как ты, в побег берут? А может, обойдется? Мне домой надо Вот через годы откинемся и поедем домой Ко мне домой Возьмем по невесте или лучше По две И на ли в бердон А ростовчане веселый народ Сельмаш гуляет, все берберов капает Через год будет поздно, Робик Поздно Вот любишь ты обломать друга Ну, допустим Допустим, ты дойдешь до дома Допустим, уговоришь свою бабу бросить этого ее хахаля Дальше че? Тебе под Микитки и обратно сюда еще на четыре года Думаешь, если она тебя с первой ходки не дождалась, со второй дождется? Но она не может так со мной поступить Не может Братан Ты меня прости за ради Христа Просто Может, ты Не тупо любил Так бывает Вот заодно и узнаю Тебе под формкой Жара, блин. Че, у нас воды нет? Ну че ты паришься? Сходи за колючку. Блин. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Казан, Казан, стой! Глянь! А ты что здесь делаешь? Нет, это... Я с вами. А ну, Али, назад, пока Маслину не поймал. Тише, тише. Куда же ему возвращаться? Считай, что он уже в бегах. Ну, хорошо, пусть бежит, но один. Зачем он нам нужен? Не пыли и бреля. Это я его позвал с собой. На кой? Ладно, Ипадельич, пойдешь с нами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА